Арест террориста Гиркина не то, что стал неожиданностью после того, как его задержали, однако мы с нашими собеседниками на этом YouTube-канале в том числе просто считали дни после его публикации, где он назвал Путина трусливым бездарем и ничтожеством, если я не ошибаюсь. И мы поражались, что до сих пор на свободе террорист Гиркин и вот час икс пробил. Для вас это было неожиданностью или вы тоже считали, что вот-вот его настигнет карающая рука российского правосудия? Ну, слушайте, во-первых, мне кажется, что это не самая главная тема. Ну, мы сейчас начнем, конечно, тогда с Гиркина, но я просто, мне кажется, что самая главная тема – это вот та зерновая война, которую развязал сейчас Путин. И то, что вот я могу сделать предсказание, посмотрим, оправдается ли оно, что он сейчас этими элеваторами заработал себе на прорыве Запорожского фронта и на поставке Атакмс в Украину. Причем, скорее всего, я представляю себе, что они могут быть достаточно скоро применены как Атакмс, так и Грумы. Прекрасный анонс, прекрасный анонс темы о зерне, о ней обязательно поговорим. Давайте все-таки уже, наши зрители очень задавали много вопросов в предыдущем видео, в предыдущем моем интервью, где как раз мы его записывали во время того, когда Гиркин находился в суде. Все-таки стало ли для вас неожиданностью? Вы знаете, я не могу сказать, что я так плотно сужу за судьбой Гиркина, потому что он сыграл в свое время ужасную роль, потому что, конечно, именно этот человек начал войну. То есть без него бы эта война не началась, потому что Путин тогда так упробовал воду ножкой, а дернет холодно, горячо. Это был в значительной степени частный проект. Вот если Пригожин был уже проект государственный, и это был Путин, но только инкогнито и в качестве военного офшора, то, конечно, с моей точки зрения, Гиркин был действительно проект частный, не в том смысле, что он не получал каких-то санкций государства, о том, что Путин очень любит так действовать, к нему приходит, он говорит, ну да-да-да-да-да-да. Вот у Гиркина бесспорно горело и сверлило. Соответственно, вот если бы не он, но там все просто побулькало бы и успокоилось, и пошли бы Донецкие менты мириться. Ну, с какой-то там большой вероятностью. Да, там не произошло бы ничего, что там не происходило в Харькове или в Одессе. Но, с другой стороны, я также могу сказать, что если бы не Игорь Коломойский, который когда сказал, вот давайте, пусть каждый олигарх берет по области, и это было ощущение, что украинские олигархи готовы отстаивать свою страну. И, собственно, только он подписался, потому что все остальные более-менее свалили в кусты из Крупника. Мне кажется, тогда тоже и Днепр, и, ну, прежде всего, Днепр сейчас бы выглядел, вполне мог бы выглядеть иначе. Тут было важно вот проявление политической воды. Стрелков с одной стороны, Коломойский с другой. Как вы считаете, какие политические внутренние процессы в России, каким процессом может положить новым старт арест террориста Гиркина? Это результат процесса. Это результат того, что произошло после мятежа Пригожина, потому что Путин, обжегшись на молоке, дует на воду. И обжегшись на з-патриотическую оппозицию с танками, он решил уничтожить заодно з-патриотическую оппозицию без танков, чтобы показать, какой он крутой. А чтобы, значит, еще собака не дремала, Путин же очень любил, любит всех разводить. Если вы заметили, то там арестовали Гиркина по доносу какого-то вагнеровца, что, ну, технически выглядит совершенно безумно, потому что как-то одни люди пошли с танками на Москву, и по доносам этих людей задерживают Гиркина, который с танками на Москву не ходил, а вовсе, наоборот, только Боинг сбивал. И вообще, конечно, надо подумать, что Гиркин прогадал. Мог бы ли сейчас сидеть в комфортабельной камере в ГАГе? Там, по-моему, гораздо лучше, чем для Фортова условия. Эта шутка была у меня выписана. Я ее хотел сказать. Ну, слушайте, это такое очевидное наблюдение, что просто даже совестно так шутить, это уже шутка. Вы знаете, она такой мгновенно обрастает бородой, это такое ощущение, что ее рассказывали еще в Советском Союзе. Так вот, значит, возвращаясь к Гиркину, хотя совершенно понятно, что дело заключается в том, что Путину очень важно пересорить разные группы патриотов друг с другом, и он, собственно, всегда этим мастерски занимался. Это вот как Чубайса натравливали на Явлинского, Явлинского на Чубайса, да, потом Чубайс прыгал, рассказывал, что давайте я буду бороться. Тем не менее, услуги его, кажется, были не востребованы особенно. Так вот, понятно, что это сделано специально, чтобы Стрелкова стравить с вагнерами, но они и раньше были стравлены, и, собственно, я тоже не сомневаюсь, что это в свое время тоже было сделано специально, потому что я думаю, что Путину вряд ли нравилась вот эта вот идея всеобщего объединения зетников. Но, в общем и целом, это просто классическое свидетельство того, что Путину вообще не нужны пассионарии. И я надеюсь, наши слушатели правильно поймут мое замечание, что человек с пассионарностью Гиркина, если бы он был на стороне Украины и служил силам добра, вот совершенно точно бы где-то пригодился на этой войне. Он собрал бы горы без пилотников, там где-нибудь сражался в Мариуполе и так далее, и так далее. То есть такого не могло бы быть, чтобы он не пригодился. Вот это очень характерно, что у путинского, у путинской идеологии, которая якобы говорит, что она пассионарная, якобы, значит, она там за кого-то попорвет. На самом деле вот те люди, которые ее пассионарно выражают, они являются одним из худших брендов фаргов, потому что главная опора Путина – это не пассионарий, главная опора Путина – это болото. Друзья, вы ваше мнение можете написать в комментариях. Последнее, что спрошу по этой теме, еще поинтересуюсь, Юлия, а как вы считаете, почему? Ну вот ранее Гиркин позволял себе критику в сторону военного руководства, в сторону руководства России в целом, но назвать фамилию Путина, еще и поставив там в один ряд с такими словами, как трусливый, бездарь, ничтожество, жалко, что Путин не женщина, потому что у российских цариц могли быть толковые фавориты, мол, Кабаева на это не потянула, Кабаева туда добавить. То есть, ну, ранее мы такого не наблюдали. Вот почему сейчас вот ва-банк, скажем так, ну, в своем эпистолярном жанре пошел Гиркин? Вы знаете, у меня есть две гипотезы. Одна, во-первых, я никогда не переоценивала крышу, которая есть у Гиркина, потому что как человек пассионарный, и я вас уверяю, что вот гигантское количество людей говорит какие-то вещи просто потому, что оно считает нужными их сказать. Я имею в виду прошлые выступления Гиркина, это очень важно. Так что потом вот как раз в мире, где все считают, что у каждого есть крыша, и кто-то еще говорит по согласованию, все это переглядываются. Ну, раз он это говорит, значит, ему это можно. И поскольку, кстати говоря, вообще путинский режим, он все равно, особенно до недавнего времени, ну, за редким исключением, он предпочитал задерживать там блогеров в Фейсбуке, а не человека, который действительно там хорошо и сильно значил. Хотя именно с 24 февраля эта ситуация изменилась. То есть, как я сказал, блогеров в Фейсбуке преследовали тоже, ну, условно говоря, там завели уголовное дело на Невзорова, на Глуховского, на тех людей, которые самые яркие и самые важные. Так вот, у меня есть гипотеза, о них две. Первая заключается в том, что, обратите внимание, что вот этот вот тезис не просто было сказано слово «ничтожество», было сказано «жалко, что не женщина», бывали толковые фавориты Акабаева-Нитяне. Это чрезвычайно личное оскорбление. Вот есть гипотеза, я ее тоже согласна с ней, что Немцову вели в первую очередь за то, что он позволял себе личное оскорбление в адрес Путина, потому что в той уголовной культуре, к которой Путин причастен, такие оскорбления в адрес Пахана не могут быть терпимы. Это вот прямое опускание Пахана, это вот прямая констатация того факта, что он больше не альфа, а амига. И, соответственно, у меня есть, извините, что я сделаю третий заход на цель, гипотеза две. Первое. Гиркин узнал, что его собираются сажать в рамках зачистки поля после мятежа Пригожина, потому что Путин стал бояться даже собственной тени. И, собственно, чтобы не просто так сажали, а вот уже, знаете, вот зашел с козырей, теперь все будет говорить вот как Гиркин назвал Путина, это цитировать. Семь лет один ответ. А вторая гипотеза заключается в том, что Гиркин увидел, что после мятежа Пригожина власть висит на соплях, церемониться больше с ней не нужно. Соответственно, в России пошли внутри такие процессы, которые все равно кончатся в какой-то очень короткой исторической перспективе, крахом Путина. И, соответственно, чтобы успеть к шапочному разбору, когда вот все будут говорить, а ты чего сделал, вот Гиркин сможет ризиться. Кажется, я его, значит, фаворитом Кабаевой назвал. И в любом случае и та, и другая гипотеза ее объединяет одно, что настоящая причина ареста Гиркина – это неудавшийся мятеж Пригожина, после которого власть Путина висит на сопле. Кстати, это же самая причина его удивительных заявлений про Польшу, всех рассказов про то, что Вагнер сейчас пойдет на Польшу, я думаю, мы об этом поговорим. И, конечно, зерновой угол. Юлия, ну, вы как будто играете в игру «Угадай следующую тему». На самом деле, да, все, о чем вы говорили, конечно же, сегодня будем обсуждать. То, что вы, кстати, упомянули о том, что Гиркин вот такие личные оскорбления нанес, и, возможно, что именно личные оскорбления стали причиной убийства Немцова, говорил его двоюродный брат Игорь Эйдман. Кстати, друзья, вы, если хотите больше послушать о причинах убийства Бориса Немцова, вы можете найти в папке интервью Алексея Гомана на YouTube-канале Дмитрий Гордон, интервью с Игорем Эйдманом. Там очень интересно, на самом деле, больше подробностей. Но в целом, да, Юля, абсолютно один в один практически он говорил. Давайте перейдем теперь к зерновой сделке. Действительно, все повышает ставки Путин. Для наших зрителей немного бэка расскажу, что Эрдоган намедлено заявил, что зерновая сделка, ее продление будет топ-тема их встречи в Турции в августе месяце. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продолжить экспорт своего зерна, несмотря на то, что Россия выходит из Черноморского соглашения, однако нужны гарантии безопасности, и эти гарантии безопасности пока всерьез никто не предоставил. И Путин более того заявил, что все корабли, которые идут в украинские порты, будут считаться потенциальными военными целями. То есть, ну, уже угрожает непосредственно просто стрелять по кораблям с зерном. Как вы считаете, вот это заявление Путина, это действительно вот повышение ставок, это, ну, с чем связана такая более агрессивная риторика? Алексей, начнем с того, что это не заявление, потому что ракеты, которые летят на Одессу, это не заявление. Это уже несколько десятков тысяч тонн уничтоженного зерна, сожженные элеваторы, это Ха-22, которые практически невозможно перехватить, потому что они летят очень короткое расстояние. Они, как известно, целятся, не умеют, но когда это летит в припортовую структуру, то, как понимаете, размером с нескольких футбольных полей куда-нибудь да попадет. Плюс это Ониксы, которые вообще летят со скоростью 6 махов, они летят из Бастиона. Бастион стоит в Крыму. Бастион такой же мобильный комплекс, как и Атакмс, то есть его ответ на поразить, я думаю, сейчас, конечно, это будет абсолютным приоритетом для заложенного, но просто его ответ на поразить действительно очень сложно. То есть вот в рамках вот этой зерновой штуковины, короткой зерновой битвы, Путин, кажется, выигрывает, потому что ответить нечем. И моя гипотеза, что этим шагом Путин себя абсолютно бесповоротно погубил, и у меня такое деживю. Потому что, если вы помните, в декабре прошлого года были переговоры Бернса и Салливана, о которых ваш покорный слуга говорила, о которых очень многие люди отрицали, а потом все-таки признали, что Бернс и Салливан ездили к Путину, уговаривали его остановиться. Путин, я не знаю, он там все-таки просил или не просил Запорожский коридор, но он точно просил себе еще дополнительные куски Донецка и Луганска. И тогда, когда Соединенные Штаты, которые не консультируются при этом, подчеркиваясь, Украина просто поняла дело, что они имеют дело с психом, и Путин в ответ на предложение переговоров и предложение помириться потащил комплекс и панцирь на крышу здания Минобороны, они тогда и начали Украине давать оружие ровно на эту летнюю кампанию. В том числе те самые танки, которые Украина просила. Меньше, чем просила, но тем не менее начали давать. Как выяснилось, вот когда это оружие дали, и как мы все сейчас знаем, за это время Путин хорошо подготовился, его генералы научились, воеватели, по крайней мере, научились обороняться, на обороне тем более дело нехитрое, построили оборонительных линий, ну там, не знаю, 10 штук до Мелитополя, выработали стратегию защиты, которая до сих пор работает, и там, конечно, можно говорить, что там как-то перемалываются российские резервы, но мы видим, что все это идет ни шатка, ни лавка, и, в принципе, Путин мог потирать свои лавки и в какой-то мере торжествоваться. По крайней мере, обвала фронта у него не случилось. И вот я на это смотрела и думала, что вот интересно, что сейчас будет. И Путин таки меня не подвел и не разочаровал. А вот у греков это называлось гибрис, когда у человека крыша съехала. Ну, правда, слово применялось к Александру Македонскому, значит, мы поэтому не будем говорить слово гибрис, мы будем говорить крыша съехала. Значит, крыша съехала следующим образом. Во-первых, случился мятеж пригожный, и Путин почувствовал угрозу своей власти. Причем не просто мятеж пригожный, а мятеж, который Путин не мог подавить. И до сих пор мы видим, что пригожен гуляет на свободе. Ну, то есть это просто вызывает... Гиркин сидит, Навальный сидит, Навальному шьет экстремизм. А, и Навальному и Гиркину шьют экстремизм. Ну, хотят совершенно разные люди. Значит, а пригожен гуляет на свободе. И пригожный уткин, и, значит, там вербуют вагнеровца со словами, что вы сейчас на 700 километров пойдете в Польшу. И Путин произносит вот эти вот речи про Польшу. Это тоже гибридная война. Я не думаю, что Путин пойдет в Польшу. Хотя я думаю, что если... Вернее, что вагнеровцы пойдут в Польшу. Хотя я думаю, что поляки сейчас об этом просто мечтают. То есть не думаю, а знаю, что поляки просто говорят, ой, если бы эти ребята сейчас к нам полезли в Польшу, это было бы вот... Помните, под Эйрозором тоже вагнеровцы куда полезли? Им тоже обещали поддержку. Так вот, ну... Но это будет означать усиление западной границы НАТО. Правильно. Тогда больше сил будет перекинуто в ту же Польшу, и, возможно, и противовоздушная оборона, и силы НАТО. Какие силы? Представляете, сколько вагнеровцы проживут на территории Польши? Польши, которая там покупает, по-моему, два десятка F-35, она их, правда, только покупает, но у нее есть. Помните, что было под Эйрозором? Напомните нашим зрителям, пожалуйста. А, так, значит, напоминаю историю. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, 18-го года, когда вагнеровцы в Сирии решили захватить нефтеперерабатывающий завод, который охраняли курды и американцы. Когда спросили у российского руководства, ваши ли эти люди? Так мало того, что у российского руководства спросили, ваши ли эти люди, российской армии попрошу, российской армии. Российская армия сказала, нас там нет. Ах, вас там нет, сказали американцы, и разброхли все это дело в течение, естественно, ну, сколько им понадобилось, ну, несколько минут, видимо, потому что если они летали несколько раз, то несколько минут это было. А 200 человек погибло, Путин сказал, нас там не было, что-что-что, ничего не случилось. Но там же, насколько я понимаю, еще и Пригожина подсуживали, ты туда иди, а мы тебя прикроем и дадим прикрытие с воздуха. Пригожин потом на все это ужасно жаловался. Да и разор может быть не только в Сирии, а также и на польской границе среди холодных... Позвольте нашим зрителям напомню, что именно диктатор Путин в сторону Польши заявил. Он назвал западные земли этой страны подарком Сталина и призвал страну быть более благодарной СССР. Ну а ранее спикер Госдумы оккупантов заявлял, что Польшу вообще необходимо наказать за, цитирую, предательство исторической памяти. Что-то поляки, да, в последнее время прям тоже одна из целей, как минимум, агрессивной риторики Кремля, Госдумы. Вот да, вы говорите, что это в одной связке можно рассматривать и с угрозами Путина в рамках зерновой сделки. С чем еще раз? Нет, значит, Польшу мы просто, я предлагаю, мы рассмотрим ее целокопно через некоторое время, потому что про Польшу Путина свербит очень давно. На самом деле раньше Украины. Я вам напоминаю, что в 2005 году в России разразилась целая кампания ненависти к полякам после того, как Путину рассказали, что какие-то поляки, ну, польские хулиганы действительно избили детей российских дипломатов, мобильники у них отобрали. Ну, слушайте, ну, действительно, бывает. Каждый день на улицах крупных городов, в принципе, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Парижа и так далее, Москвы и так далее, кто кому-то бьет морду, иногда это оказываются дети дипломатов. Бывает. Кстати, как я понимаю, этих хулиганов нашли, но не суть важна. После этого начали избивать польских дипломатов и польских журналистов России. Троих избили специально. Как эти замечательные люди, которые это делали, отличали, например, польского дипломата от любого другого европейца или россиянина соответствующей наружности, мне непонятно, потому что все-таки дипломат из Польши, он вроде как не из Сомали, даже не из Китая. Но понятно, в чем там было дело. И, соответственно, началась еще такая кампания хейта, которую, я думаю, там Сурковский или кто-то организовывал, потому что там как по кнопке включили. Я тогда еще на эхе Москвы работаю, а помню, там приходили просто простыни комментов о том, что вот поляки, они то-то, то-се, пятое, десятое и тридцать седьмое. А потом как по кнопке выключили, и тогда же, если я вам напомню, Путин затеял праздновать седьмое ноября в качестве дня, я уж не помню, как это называлось, ни то примирение, ни то чего-то. Ну, в общем, короче говоря, это седьмое ноября было в честь изгнания поляков из Кремля. В 1600, по-моему, 12. Нет, я сейчас могу перепутать, в каковом году, но, в общем, в 1600 каком-то древнем. То есть вроде как-то этот замечательный праздник становления российской государственности 400 лет не праздновался, и вдруг, значит, спустя 400 лет Путин вспомнил, что тогда-то оно все изразилось. Тогда-то мы, значит, этим проклятым членам НАТО дали отпор. Все это было, конечно, очень смешно, и это показывало, что у Путина явно есть какая-то вот эта заковырка, я не знаю, может, ему что-то... Знаете, бывают люди, ну как это, антисемиты. А вот Путин, как ни странно, не антисемит, но, по-моему, он антиполяк. То есть вот там реально... Для такого понятия даже нету как бы термина, на самом деле. Я не знаю, да, но у него совершенно явно что-то личное. То есть очень много вообще сейчас в России... Полякового. Полякового, да, вот у него чего-то такое личное, потому что вот все эти статьи, которые бесконечно пишут, заметьте, что, ну, есть, конечно, Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты ему по должности положено ненавидеть. Это любой утырок, я не знаю, какой-нибудь президент Боливии, президент Венесуэлы, президент Судана, ну, в общем, вся вот эта компания, они определяют себя, я ненавижу Соединенные Штаты, значит, я существую. И они все объясняют окружающим народом, что это Соединенные Штаты с ними борются. Так что это все стандартно, это у него общий симптом болезни. А вот Украина и Польша – это специфические симптомы Путина. И почему-то у него Польша вот этот свербит личный пято. Но к Польше мы еще вернемся, потому что это очень интересно. И, кстати говоря, уж тогда все-таки что-то мы не можем ответить от Польши. Я напоминаю, что в самом начале войны, когда Путин грозился бросить куда-то атомную бомбу, вы помните, что среди целей как раз называлось, когда утечки были, что бросят именно на Польшу, если типа Польша вмешается. Вот это тоже Польшу выделяли. Вот видите, какой он, значит, польско-повернутый. Вот я уж не говорю о том, что, значит, в всех этих статьях, которые писали его какие-то придворные политологи, о том, что, значит, как поляки изобрели концентрационные лагеря, мучили в них, значит, в 1920 году советских военнопленных и так далее и тому подобное. И, в общем, у него болит. Но мы про зерновую сделку. И про гораздо более важную вещь, потому что Польша – это, как я уже сказала, его личная фобия. А с зерновой сделкой, на мой взгляд, случается вот что. С одной стороны, происходит мятеж Пригожина, и Путин понимает, что его власть реально шатается. На глазах из альфа становится омегой. С другой стороны, это чувствует Эрдоган, который тут же вытирает о него ноги публично и говорит, что Путин продлит зерновую сделку, не дожидаясь, собственно, слов самого Путина. А между тем, я обращаю ваше внимание, что вот в отличие от западных стран, которые строят свою политику, исходя из сесенных представлений о том, что там будет со страной, и даже не обращая внимания на том, кто у него сидит на секунду на троне, люди типа Эрдогана, которые тоже диктаторы, диктатор, рыбак рыбака выйдет издалека, Эрдоган поудачливее, у Эрдогана, значит, это самое потолще, труба пожирнее. Соответственно, Эрдоган, конечно, строит свою политику в значительной степени, он очень четко чувствует, когда визави становится из альфа и омега, тем более, что Эрдоган поднялся на посредничестве во время этой войны, и во время этого посредничества он стал, ну, Путин, конечно, не стал его вассалом, но стал довольно сильно зависимым, в том числе по самой главной вещи, которая для Путина, его окружения, имеет гигантское значение, я имею в виду бабки. Бабки, нефть, вот все эти потоки турецкие и так далее, и так далее. Ну, потоки турецкие были, конечно, раньше. В общем, короче говоря, Путин сейчас сидит у Эрдогана в кармане, и Эрдоган стал всячески, давайте это понять. И это с одной стороны, то есть у Путина возникло мощное желание самоутвердиться. А с другой стороны, тут случился Вильнюс, и вот то наступление, которое мы наблюдаем, которое особо никуда не движется. И в Вильнюсе просто было видно, как Украину загоняют, типа, ребята, вы давайте миритесь с Россией, и тогда вступите в НАТО, а если не вступите, а если не будете мириться, так вам это самое, мы не дадим то, чем наступать. И тут Путин думает, что у него есть способ самоутвердиться. За счет чего? Правильно, за счет зерновой сделки он говорит, а как меня обидели, значит, мне обещали свит для банка сына Патрушева. А это, кстати, тоже важна его внутренняя мотивация, потому что Патрушев – это человек, который остановил мятеж, вернее, был готов его раздолбать. Патрушев – это человек, который очень сильно административно вырос. Патрушев – это один из претендентов на власть, и для Путина уже важно сделать что-то приятное сыну Патрушева, а он не может, ему не дают этого свиста.